Привет всем! Ну что, готовы узнать, что произошло на самом деле? Все от меня ждут этого видео. Мне трейдеры пишут, Тарас, почему ты не выпускаешь видео? Что делать? Все люди в панике. Вы мне задаете эти вопросы. Итак, хотите разобраться в этой ситуации? Обязательно досмотрите это видео до конца. Итак, погнали! Что же произошло? Хотите вот узнать, честно, что произошло? Я вам сейчас дам ответ. Ничего не произошло. Вообще ничего не произошло. Мы как работаем, зарабатываем на брокере Олимп Трейд, так и продолжаем это делать. Ребята, Олимп Трейд приостановил регистрацию, вернее запретил регистрацию для жителей РФ. Для русских IP-адресов регистрация запрещена. С русских, вернее, IP-адресов регистрация запрещена. И все. Ребята, это нововведение, можно сказать, ввел только Олимп. Только Олимп. Никакой закон еще не принят. Олимп ввел. Это для того, чтобы перестраховаться. Чтобы работать в правовом поле. Потому что вы знаете, что хотят принять закон, в котором говорится, что будет запрещено регистрироваться. Вот с русских IP-адресов этот закон еще не принят. Ребята, ничего не произошло. Мы работаем в прежнем режиме. Когда примут там какой-то закон, через полгода, и то его еще могут не принять. Тогда уже будем о чем-то говорить. А сейчас вообще ничего не произошло. Единственное, что вот теперь, чтобы зарегистрироваться жителям РФ на Олимп Трейд, вам нужно сменить IP-адрес. Там на азиатский, на украинский, на белорусский. И все, ребята. Просто Олимп хочет перестраховаться. Олимп это серьезная большая компания. Очень популярная и известная компания. Скоро все брокеры будут запрещать регистрацию на территории РФ. Бинома, все нормальные, легальные брокеры будут запрещать регистрацию. Чтобы подстраховаться, чтобы подготовиться к этому закону. Но зарабатывать, продолжать торговать вы там можете. Ничего не изменилось. Многие популярные трейдеры, ребята, которых я хорошо знаю, записали уже об этом видео. Они вам там показали скрины. Я думаю, вы уже смотрели эти видео. Вот кому интересно, я думаю, тот обязательно эти видео уже посмотрел. Они там предоставили переписку. Вы это все можете посмотреть. И вам даже на почту пришло сообщение о том, что ничего не произошло. Вот если вы уже зарегистрированы, работайте. Продолжайте работать и зарабатывать. Если вы еще не зарегистрированы, если вы хотите зарегистрироваться на Олимпе, меняйте IP-адрес. Да, вам нужно набрать в Гугле, посидеть, пошевелить мозгами. Как вот измените IP-адрес, меняйте IP-адрес, проходите регистрацию. И потом со своего русского IP продолжайте торговать, зарабатывать. Проходите верификацию с русским паспортом, на русскую карту, на русские кошельки. Все, ребята, будет работать. Просто это политика, понимаете? Если в правительстве кому-то какой-то вид деятельности не выгоден, они принимают соответствующие законы. И все. Если придут к Олимпу с проверкой, они говорят, вот, у нас запрещено регистрироваться с русских IP-адресов. И все. Ребята, никому ничего не могут запретить. У нас на Украине запрещено пользоваться. ВК, вебмани, Яндексом. У нас это не работает. Только ты включаешь VPN, все работает. Я спокойно вывожу с вебмани деньги на украинские карты. Все нормально. Я просто нарушаю закон Украины. И все. Что, кто-то мне придет и будет проверять, пользуюсь ли я VPN или я сижу в ВК? IQ Option, знаете, да, такого брокера, он ушел с РФ. Но там очень много есть русских трейдеров. До сих пор ребята с России торгуют на IQ Option. Они просто прошли регистрацию с другого IP, прошли верификацию на свои русские паспорта и продолжают там работать и зарабатывать. Просто вот для широкой огласки, да, IQ Option в России как бы не работает. Запрещена реклама. Они просто ушли с этого рынка. Но если вы хотите там зарабатывать, можно. Для тех, кто хочет зарабатывать в долгосрочной перспективе и планирует этим заниматься всерьез, тот найдет любые варианты для заработка. Вы знаете, да, что Alim запрещен там в Германии, в Штатах. Но если немец захочет зарегистрироваться, он берет русский IP-адрес. У меня есть такие ребята. Берет русский IP-адрес, регистрируется и проходит верификацию на свои паспортные данные. У него немецкие паспортные данные. И все нормально, все работает. И он спокойно зарабатывает, пользуется карточками Visa, MasterCard, пользуется электронными системами. Все работает. Также вы, наверное, смотрели видео таких недобросовестных трейдеров, которые пытаются создать панику, которые хотят вас запугать и говорят, все, Alim закрывается, деньги вам не вернут, это плохие брокеры, там, Binomo плохой брокер, Alim плохой брокер. Переходите на мой брокер. Рекламирует свой брокер. Непонятный какой-то брокер, о котором никто никогда не слышал, у которого плохая репутация. Наверное, им там предложили хорошие условия, да, там очень много платят, какой-то большой процент у партнерки. Вот я получаю 3% от сделки, я им, наверное, 10 предлагаю. И они говорят, вот все сюда, никогда на такое не ведитесь. Если вдруг не возьмись откуда-то, появляется какой-то непонятный брокер, у которого непонятная репутация, о котором никто не слышал, и все говорят, вот, здесь все хорошо, идите все сюда, уходите оттуда. Этим ребятам предложили какие-то специальные условия, не ведитесь на это. И вот смотрите, если, например, примут закон, давайте представим, что приняли закон о запрете регистрации с русских IP, и какой-то брокер продолжает принимать регистрации, все нормально. Вот вы заходите с русского IP, а он продолжает принимать регистрации. Это ненормально, это нелегальный брокер, это какой-то барыжный брокер, у которого нету лицензии, который просто смоется в один прекрасный момент с вашими деньгами, когда придет проверка, когда его закроют. У него нету ни адреса, просто есть там адрес, а вот в офис к ним вы приехать не можете. Это нелегальные брокеры, таким не нужно доверять. Олимп поступил умно, он уже запретил регистрации, просто чтобы показать, что он готов сотрудничать в правовом поле, что ему проблемы не нужны, что это большой популярный брокер, у них большие объемы, и они готовы работать на свою репутацию. Так что, ребята, мы продолжаем зарабатывать, ничего не случилось. Будем с вами говорить уже после принятия закона, может там будут какие-то определенные нюансы. Но, еще раз, никто вам запретить нигде регистрироваться сейчас в нашем мире не может. Если вы хотите зарабатывать, вы найдете любые возможности. Что у меня сейчас? Также продолжаем работать и торговать в закрытой группе. Все работает в прежнем режиме. Трейдеров с России я продолжаю принимать. Только вам уже нужно будет найти способ, как зарегистрироваться с другого IP-адреса. Вы просто регистрируетесь с другого IP-адреса, и потом опять переходите на свой русский, и продолжаете торговать, и продолжаете зарабатывать. Если вы переживаете, напишите в поддержку. Напишите, там вам все расскажут. Вы уже смотрели видео других трейдеров, они вам там показывали переписки. Если не верите, сами можете обратиться в поддержку. Также у меня была функция платного входа. Для тех, кто не знал, вот есть ребята, которые там хотят торговать на своем аккаунте, не хотят менять аккаунт, потому что вы знаете, что вход в мою группу по REF ссылке. Из-за этого вход бесплатный. За вход я денег не беру. Для тех, кто не хотел менять аккаунты, вход был платным. 150 долларов я брал за вход, потому что человек уже очень давно торгует на своем аккаунте. Прошел верификацию, у него там большие суммы. Он не хотел ждать, пока его старый аккаунт заблокирует. Хотел торговать на своем имени, чтобы не регистрировать аккаунт на другого человека. И он мне платил 150 долларов за вход. Вход был пожизненный. Сейчас, если вы хотите войти в мою группу, и у вас уже есть аккаунт на Олимпия, и вы не хотите в связи с этими событиями перерегистрировать, я, конечно же, буду идти на уступки. Цена, конечно же, будет намного ниже, но мы с вами будем общаться. Просто люди, которые готовы платить за вход, у этих людей большие депозиты. Так что, ребята, да, чуть-чуть добавились сложности. Но мы продолжаем торговать, продолжаем зарабатывать. Никакой паники. Я вот, в принципе, думал над тем, чтобы упростить жизнь новым трейдерам, которые хотят ко мне присоединиться, чтобы они не заходили через какой-то VPN, чтобы они там не переживали, чтобы все было максимально быстро, бесплатно. Хотел перевести часть людей на Binomo. Но в скором времени Binomo тоже ведет ограничения на регистрацию с русских IP. Это просто вопрос времени. Все нормальные, более-менее легальные брокеры будут вводить ограничения. Будут работать в правовом поле. Ну и не доверяйте всяким непонятным брокерам. Всегда, прежде чем зайти на какого-то брокера, погуглите про этого брокера. Откуда этот брокер? Если брокер появился непонятно откуда. Если вдруг все начинают его рекламировать. Задумайтесь, почему так? Может этот брокер предлагает, да, ребятам хорошие деньги за рекламу или там хороший процент. Так что, ребята, мы с вами продолжаем зарабатывать, продолжаем работать в прежнем режиме. Никакой паники, а все проблемы будем решать по мере их возникновения. Итак, кому интересно, добро пожаловать в мою бесплатную группу по заработку и обучению. Первая ссылка в описании. Если вы житель РФ, вам нужно пройти регистрацию с другого IP-адреса. И все. И потом вы можете торговать на своем русском IP-адресе. Огромное спасибо всем за поддержку, за просмотр. Думайте всегда своей головой. Не ведитесь на провокацию. Все оригинальные страницы у меня в описании. Я никогда никому не пишу первым. Я никогда ни у кого не прошу денег, ни под какими предлогами. У меня одна оригинальная группа в ВК и одна оригинальная страница в ВК и Винсте. Все остальное это развод. Так что не забудьте подписаться на канал. Обязательно поставьте этому видео лайк. Всем больших заработков. Пока.